всем привет продолжаем часть spring и продолжаем изучать наш реактивный стек значит так хотел бы хотел бы для начала вот на это видео у вас отправить здесь скажем так некие некие некое общее представление можно получить некое общее представление можно получить о том что такое спринг что скоро реактивный спринг что так что да некоторые там особенности сравнения и также также вот кому нужно скажем так некая практическая составляющая сравнения обычного стейка и реактивного стейка как они работают могу посоветовать данное видео она даже сравнительно свежая как уже прилично но по сравнению в общем сравнительно свежая окей и и и поскольку у нас реактивный стек реактивный стек работает на 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 реакторе а реактор был детищем rx java то 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 могу вам вот те кто не очень скажем въехал все в эти методы есть есть иллюстрация есть иллюстрация то как методы работают то есть так называемые марблс графики марблс то есть посмотрите может кому может кому поможет лучше понять все это дело как работает тот или иной метод окей ладно ссылки я вам оставлю и давайте 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 что мы выяснили мы выяснили следующее что когда мы работаем с реактивным стеком наше приложение полностью полностью должно состоять из кусочков из реактивных кусочков то есть не должно быть такого чтобы мы использовали всякого рода блокирующие операции то есть мы не используем базы данных революционная потому что для них пока нет нет адаптера нет реактивных адаптеров когда они будут тогда окей будем использовать по полной программе также мы не используем rest template rest template это что это блокирующая синхронная штука но нам все таки же нужно как-то делать запросы запросы на внешний сердце серверы и здесь нам поставляют другой инструмент в виде веб клиента веб клиента то есть вот как мы видим опять стоянович здесь у нас то есть стоянович нам придумал вот такую штуку non-blocking reactive client for perform то есть короче нон-блокирующий реактивный клиент для выполнения http запросов которые которые используют нэти которые используют реактор нэти то есть каким-то образом там еще вот этот клиент построен поверх но для нас самое важное не то как внутри все устроено поскольку нам этот клиент все скрывает а то что это нон-блокинг соответственно мы можем этот нон-блокирующий механизм использовать в наших наших реактивных платформах и так я внешний сервис возьму точно такой же как я делал на сервис платформе то есть я вот использовал феникс я использовал феникс мой феникс проект который содержал список боссов я здесь как видите уже с ним немного побаловался но то есть он у меня запущен на 4000 ух ты а потому что не существует потому что я удалил и не обрабатывается ошибка это плохо окей ладно то есть вот такой простой api который нам также предоставляет возможность удалять обновлять постить то есть весь стандартный арсенал и мы вот сегодня по взаимодействию с этим внешним api используя наш наш новый веб-клайн новый веб-клайн окей поскольку поскольку нам будет 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 все это отдаваться вот в таком формате нам это нужно распарсить и я просто взял скопировал скопировал из прошлого проекта прошлого проекта то есть когда я работал в синхронном в синхронном режиме то есть на сервлетах когда то есть я босса добавил и ансера добавил что чтобы просто корректно парсить вот данный ответ окей и здесь я еще добавил конструктор чтобы просто удобнее чтобы было просто удобнее отправлять формировать босса формировать босса окей теперь 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 давайте давайте займемся делом я сделаю это скажем так поверх контроллера поверх rs контроллера то есть я создам boss контроллер rs контроллер то есть все запросы я буду скажем так использовать rest rest строчку то есть http запросы я буду делать на мой вот на мой сервис вот там на мой сервис а этот сервис сделает на феникс запросы и оттуда возьмет или как-то подправить вот эти данные вот эти все данные окей поехали значит так мы это делаем через rest сервис пишем request mapping здесь я value и external напишу external так и produce мы application json окей теперь мне нужно мне нужно webclient 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 и и и ой create так здесь пишем я просто адрес здесь пропишу чтобы не писать адрес тысячу раз local host 4000 то есть наш внешний внешний сервис внешняя API запущен на localhost 4000 вот я создал веб клиента и сразу ему указал что я буду по такому адресу дополнительные пути я чуть позже буду указать и укажу что это post construct ведь rest controller это у нас обычный бинс соответственно я могу использовать данные фишки ok что ж поскольку у меня здесь обрабатывается обрабатывается только то есть вот вот эти вот классы вот эти классы я создал только для обработки отдельного сейчас опять ошибка будет отдельного босса отдельного босса ничего себе так долго а отдельного босса то есть я не рассматривал список поэтому и здесь я также буду рассматривать отдельные каждого по отдельности то есть я не буду выводить целый список мы сегодня будем работать только с моно моно напоминаю это подразумеваем подразумевает что единичный один 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 объект окей поехали get mapping здесь сперва возьмем пайд будем брать пайд пишем паблик возвращаем моно моно это напоминает у нас паблишер то есть мы строим большой стандартный пайплайн импортим нашего босса импортим наш моно и get пай id значит нам нужно достать variable а и стринг id так и возвращаем сразу результат используем наш веб-клайн и поехали все запросы формируются очень просто сперва мы должны создать клиента затем указываем какой метод мы хотим использовать вот delete post get то есть мы сейчас хотим get затем мы указываем uri uri который мы хотим то есть у нас это api и index то есть так и пишем id мы id будем использовать вот этот вот ок и теперь нам нужно вызвать retry то есть извлеки то есть создай когда мы извлечем извлечем у нас вернется вот этот answer то есть у нас вернет retry работает с телом с телом retry работает с телом как заголовки достать мы посмотрим чуть позже пока запомните retry с телом поэтому здесь только видите body to mono body to flux и он статус он статус это смотрите вот когда вы сделали запрос у вас может быть сервер внешний разные ответы отправить и в зависимости от того допустим 404 то есть статус может быть 404 вы можете по-разному это дело все обрабатывать по-разному это дело все обрабатывать это то как вы можете ошибки обрабатывать но мы сегодня работаем четко без ошибок поэтому 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 пишем body to mono у нас вернется у нас вернется вот 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 этот answer пишем значит answer answer класс но я как вы заметили хочу вернуть boss и я здесь просто я просто мапе все все готово вот так вот очень просто давайте сперва напишем все методы а потом позапускаем так следующий метод стандартный это пост но мы давайте его пропустим и сделаем delete так вот таким образом поскольку delete очень и очень похож похож на метод на метод get только только обычно мы ничего не возвращаем когда делитом поэтому здесь тип void д д д и снова мы берем пат и снова а и и и снова то вернем в к в клайн метод юр он здесь у нас а и это это вот эти вот айпи ади это я пишу к своему приложению вы будете тестить на своем приложении То есть вы можете отдельно создать вот REST-сервис, поднять его опять на параллельном порту, можете его сделать в традиционном типе, то есть используя servlet stack и просто извлекать, просто извлекать. Окей. Поэтому вот этим названием особо, которое я вот дополнительно использую, не удивляйтесь. Значит так, REST-рай снова, снова я хочу вернуть тело, тело у меня будет пустым, тело у меня будет пустым, поэтому будет mono void class, тело у меня будет пустым, поэтому я таким образом. И возвращаю. Окей. Теперь мне нужно, то есть getPoID умею, удалять умею, осталось постить и эдитить. Пишем getMapping. О, нет, все правильно. getMapping. И я здесь за хардкожу, я за хардкожу, то есть я не хочу C-Urm пользоваться, чтобы по простому сделать, я просто за хардкожу. Хардкод. Так и напишу. Значит, publicmono. Обычно, когда мы постим что-то, нам это еще возвращается, этот же самый ответ, когда мы пишем REST-сервис. REST-фул-сервис. REST-фул-сервис подразумевает, что мы все методы реализуем, то есть get, post, edit, delete, то есть все методы реализуем. Это подразумевает, что REST-фул-сервис. Окей. Но когда мы пишем вот этот REST-фул-сервис, пост, когда мы постим что-то, на внешнем сервисе это все сработало, и он нам возвращает этот объект. Таким образом, как будто подтверждая, что он сохранил и все хорошо. Окей. Поэтому здесь мы снова возвращаем нашего босса. Здесь я пост. Просто пост создам. Значит, return. Снова веб-клайнт. Post. URI. То есть все одно и то же. И здесь я использую IP. Body. И body-body, то есть я хочу на сервер отправить, и мне нужно передать какое-то тело. То есть я передаю это в теле. В теле, а не в строке. Не в строке. Окей. Здесь мне нужно завернуть все это дело в Mono. Mono. Just. И здесь я создаю new boss. Вот для этого я и создавал босси-конструктор. Так. Still big. И power 10. И теперь-теперь. Так, опять в скобочках. Boss. Класс. Окей. Смотрите. Теперь я воспользуюсь ради практики экшенжем. Retrive. Retrive. Он извлекает тело. То есть этот метод извлекает тело. Exchange. Вот. Тело. То есть он выполняет запрос и извлекает тело. Response Body. Респонс Body. Экченж. Экченж. Запрос и возвращает с ответом. То есть response status header. То есть здесь вся полная информация, которая обычно вам нужна. Со всеми заголовками. Совсем-совсем. Вот вам это пришло. И теперь я хочу достать только тело. Вот мне response. И я из response, вот смотри, хедеры могу создать. Могу куки достать. Но мне нужно тело. Поэтому я снова использую Body. Answer. Answer. Класс. Поскольку это у меня flatmap, я могу просто здесь еще замапить. Поскольку у меня answer, а я возвращаю босса. Я могу снова. AnswerData. Все. Очень просто. И последнее, последнее. Это мы будем edit. Значит, снова пишу id и edit. паблик, паблик, мода. То есть, когда мы заедитим, нам снова вернется босс. Пишу edit. Пат, variable. Здесь я тоже за хардкожу. Тоже за хардкожу. Поскольку мне нужно тело будет какое-то передавать. Только, только, только один не за хардкожу. String. Id. И снова. Опять этот мы проделаем тоже будет. Сперва веб-клайн. Потом метод, который нас интересует. Затем URI. Так, здесь у меня URI следующий. API. Так, id. ID. Body. Мне нужно передать тело. Я снова. Mono, Just, New Boss. И давайте я у стилбика. Я потом просто стил и 20. И... Boss. Класс. Снова Retrack. Нам придет ответ. То есть, мы сделаем Retrack. Это делать запрос. Непосредственно. То есть, мы сперва формируем все это дело. Потом Retrack выполняет. И Retrack нам возвращает только тело. Снова. Answer. Answer. Класс. И... 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 Я мапаю в очередной раз на... Answer. Data. Все. Все, все, все. Все готово. Теперь давайте запускать и тестировать. Запускать и тестировать. Так. Вот наш список на внешнем сервере. Вот наш список на внешнем сервере. Я достаю, значит, со спарринга, со спарринга. То есть... Вот работает, работает, работает GetById, да? Теперь давайте я вот девятого удалю. Девятого удалю. Я... Так. Здесь мне ничего не возвращается. Я ничего не возвращаю. Но если я здесь апдейчу, апдейт, и как мы видим, все... То есть лишнего квакера мы удалили. Давайте я еще восьмого удалю. То есть ответ здесь никакого не приходит. Никак не изображаем. Но здесь удалили. Окей. Delete работает. Следующий метод у нас был Post. Значит, hard... Ой. Post. Hard. Кода. Так. Вот. Мне вернулся ответ, что я создал. Теперь я хочу увидеть его. Здесь. Окей. И в действительности, как мы видим, на внешнем сервере создался нужное. Нужный мне босс. Окей. И последнее, последнее, последнее. То есть... Что нам осталось? Это edit. Так. Я хочу стилбика подправить. Потому что у меня захардкожено все это дело. И edit. И, как мы видим, все отлично прошло. То есть мы добавили силу и изменили имя. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом мы можем, мы можем работать с внешним, с внешним IP. То есть мы теперь используем webclient, webclient, который у нас как-то внутри, внутри он использует реактор Netty. Сач, аааа, андерландовичный пикласс, лаврис. То есть Netty, Netty. Ммм, окей. Пожалуй, пожалуй, сегодня все. На некорректность, на некорректность, когда некорректные запросы приходят, напомню, пожалуй, что... Где здесь? То есть мы вот используем onStatus, onStatus, когда нам пришло что-то плохое. То есть мы можем отдать соответствующий ответ, как каким-то образом обработать. Если нам нужны заголовки, то мы используем Exchange или Cookie. Если нам нужен просто тело, мы используем Retrive. Окей. Изучайте Spring, изучайте реактивный стэк. И, как мы выяснили, эйфория у меня уже прошла по поводу реактивного стэка, поскольку здесь, походу, нужно-нужно очень много библиотек каким-то образом обверки делать. Обверки или нужно искать сразу с реактивными решениями. То есть реактивность, она хоть и набирает обороты по полной программе, но все же она отнюдь не везде. Еще раз повторюсь. Посмотрите, посмотрите видео. Вот из того, что я увидел по реактивной Java, в принципе, вот это мне хоть как-то понравилось. Но большинство в своем везде говорят о... Не о внутренностях, то есть не о паттерне паблишера, subscriber, и как это все дело на самом деле внутри обстоит, а говорят об API. Ладно, посмотрим, что там дальше. Изучайте спринг. See you next time. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok